Всем большой привет! Накопились пустые баночки и решила показать вам. Начну с самого неинтересного. Это дезодоранты антипреспиранты. Из летней серии Эриксоны мне почему-то очень нравится вот этот голубенький. Знаю, что Лени, канал Алена Львова, очень нравятся из этой серии уже другие оттенки, но мне почему-то вот голубенький больше по нраву. И новинка для меня, Деоника, вполне-вполне, кстати, неплохой. И кажется, у него по ценовой категории даже чуть дешевле, чем Рексона. Легкость пудры был аромат. Я делилась уже с вами, мне почему-то показалось, что пахнет немного, знаете, каким-то таким свеженьким, чуть зеленым нектарином или персиком. Может, у меня какие-то странные ассоциации. Да, немного пудровый аромат, но при этом сочность тоже присутствует. Понравился. Гели для душа. Покажу парочку. Здесь у меня Кадали, зеленая версия, остатки роскоши и не менее роскошный гель для душа от Лолин. Это подарочек от Анечки, Паф Анна канал. Лолин очень-очень понравился. У него, знаете, аромат свежести просто какой-то присутствует. И с ним же в паре брала в квартиру к Пушку крем для тела. Хочу поближе показать оформление. Очень-очень симпатично. Все баночки вот таким образом были разрезаны и использованы. Ну вот гель для душа, он более жидкий, поэтому без остатка стек сам. Интересное средство, даже не знаю, к какой категории отнести его, это гель, который содержал в себе большое количество сияющих частиц. Видите, упаковочка тоже такая немножечко с радужным отливом. А я люблю сиять, вы знаете, поэтому я использовала его в паре с хайлайтером от Бека. Он у меня в Project Pen находится, так что гель помогал мне использовать и разносить это средство более равномерно. Чем мне нравился вот этот гель, он не оставляет никакой липкости. Поэтому посмотрю, а может быть на следующее лето, если будет еще в продаже, приобрету еще одну такую баночку. Мне хватило на два лета получается. Скраб для тела, который доставался мне в подарок. Большинство этих средств я на самом деле закончила в квартире с пушочком. Пушочек, конечно же, мне активно помогал, особенно со скрабом. Тропический аромат с кокосовым маслом в составе, вкусненько. Немножечко даже с кислинкой был аромат, мне кажется. Возможно, что-то в составе было. Вот тропические смолы, интересно, конечно. В общем, что-то такое. Может быть, маракуйя давала такую кислинку. Но что-то помимо сладости были еще нотки свежести. Закончила гидролат от Орно. Гидролат ромашки. Очень мне понравился вот такой формат спреем. Я думаю, что буду повторять. Может, даже если не от Орно, очень удобно с утра. Например, вечером я протираю диском и тоником лицо. А вот с утра лишний раз не хочется растирать кожу. Просто после умывания можно нанести с распылителя. Кстати, еще вот тоник закончился чешский. Приобретала в подружке с очень странным ароматом. Говорила вам, что мне чем-то напоминал, не знаю, какой-нибудь подорожник. То есть, какой-то горчинка. Аромат странный. Я бы не повторила. Такой абсолютно базовый. Не раздражал кожу. Уже хорошо. Перескочила немного на средство для лица. Ну, что ж поделать. Закончился крем для области вокруг глаз. Селимакс. Экстракт нори входит в состав. Разрезала баночку тоже. Все-все-все до последней капельки. Использовала. Очень удобно. Хороший объем. 20 мл. Для такого типа средства. Очень даже хороший объем. Закончилось двухфазное средство от Lancome. Оно голубенького оттенка. Очень приятно пахнет. Я обычно не пользуюсь такими средствами для снятия макияжа. Но изредка, конечно, там, если что-то надо почистить, почему бы и нет. Вот, пожалуйста. Небольшой объем тут, конечно. Доставался мне в подарок. Ну, с удовольствием использовала. 30 мл. Я все хочу когда-нибудь, когда-нибудь попробовать тоник, который розовый у них у Lancome. Ну, пока другие приоритеты на расходы. Подождем. Средство для ног от израильской марки. Подарочек от Леры. Лера Форева. Канал. Спасибо. Мне очень понравился этот крем. У него такой необычный аромат. Я говорила, что мне почему-то напоминает этот аромат Coco Mademoiselle. Понятно, что это не точная копия. Но, определенно, настроение какое-то передается. Понравился. Спасибо большое. Сейчас у меня нет даже крема для ног в запасах. Решила, что буду из этой же серии есть крем для рук. Он мне тоже очень нравится. Буду использовать и на руки, и на ноги. Стайлинговое средство для волос. Сорбет. От Исана. Приобретала подруга. В свое время мы с ней совместно проводили отпуск в Венгрии. Вот ей почему-то вот этот сорбет не подошел. А мне я его разбавляла чуть-чуть с водичкой в ладошках. И немножечко, знаете, так структуру в локонам придавала это средство. Очень-очень даже неплохое. Мне понравилось. Конечно, было это давно. Успела использовать до того, как поменяла консистенцию и аромат это средство. Поэтому вряд ли я, конечно, найду. Есть какие-то стайлинговые средства. Новые пока приобретать не буду. Соль для ванны закончилась. Очень мне нравится вот эта вот марка. Производство Германия. Все. Последняя сашетка. Приобреталась в подружке. Больше не видела в продаже. Да и не искала пока еще есть в запасах. Ну, вы как уже поняли по моему настроению, что хочется немножечко добить запасики. Буду пересматривать, что у меня есть для лица. Не знаю, надо ли такое вам видео снимать. Потому что буквально недавно, мне кажется, мы же снимали всю ревизию. А здесь я хочу перебрать именно средства для лица. Тоники, кремы, что у меня в принципе есть. Посмотреть, чтобы не приобретать ничего лишнего. Вот скажите, брать ли вас с собой? Или я могу это сделать быстренько самостоятельно? Масочки для лица закончились помимо проекта, который Project Pen по уходовым средствам у меня есть. Но не все маски использовала я сама. Здесь получается вот 4 маски использовала я самостоятельно. И вот эти маски просто использовали мои подружки. Мы устраивали вечеринку масочную. Вот было забавно, было весело. Кстати, классные маски вот эти, сам Бай Ми марка. Это подарочки от Даши, подруги. Вот я их тоже экономлю, потихонечку использую. Закончились две зубные пасты. Ну, моего любимчика, вы уже знаете, Биорепе. Это ночная версия. Когда бывают скидки, я себе позволяю иногда приобретать. Сейчас у меня пока будет очередная пауза. Уж совсем кусаются цены теперь на эту пасту. Решила попробовать, если помните, приобрела в фамилии. Производство, насколько помню, Таиланд. Память не подвела. Действительно, производство Таиланд. Мне понравилась эта зубная паста. Она, знаете, она такая немножечко необычная. У нее не супер ярко выраженный аромат, вкус. Просто некоторые любят, я знаю, чтобы прям холодок так холодок. Она очень бережно очищает, но при этом очень-очень хорошо пенится. Вот у меня есть гель для душа из серии тайландской косметики. У меня есть сейчас умывашка, которая на исходе, но еще пока ее, казалось бы, там уже немного осталось. Но я умудряюсь все еще пользоваться этой умывашкой, потому что необходима буквально капля. И очень хорошо пенятся средства, которые у меня есть у производства Таиланд. Интересно, какое-то такое наблюдение. Поэтому я рекомендую, если у вас где-то есть фамилия, попробуйте. У меня сейчас из этой же серии зубная паста, только уже немножечко с другим составом. Тоже нравится. Наконец-то, наконец-то я закончила тушь от Max Factor. Я ее схватила случайно из корзины в подружке. Она стоила всего лишь 250 рублей. Что не так, она водостойкая. Просто я не люблю водостойкие туши. Обычно не пользуюсь. Видите, я даже стерла уже рисунок на упаковочке. И тем не менее, она мне прослужила полгода. В моей жизни была одна история, когда тушь мне служила до момента, пока там внутри не остался абсолютно никакой пигмент. Я использовала тушь от Lumine на водной основе и просто разбавляла ее. С этой тушью она, на самом деле, даже сейчас она совершенно не высохла, но она стала уже очень сильно осыпаться. То есть полгода я ее красила. Я могла бы продолжить, но это уже некрасиво. Она уже оставляет кусочки. К концу дня вы увидите эти осыпашки, причем в большом количестве. Вот, видимо, уже консистенция водостойкой туши изменилась. Единственный нюанс, ее необходимо было наслаивать спустя какое-то время, после того, как просох первый слой. Иначе она сама себя, получается, снимает. То есть первый слой снимается вторым, если вы не подождали достаточно большое количество времени. А так, в целом, я даже не знаю, советовать ли вам ее, потому что она еще такой нюанс, очень плохо смывалась. Даже гидрофильное масло, не все гидрофильные масла справлялись с этой тушью. Приходилось прям повозиться. Поэтому смотрите сами. Может быть, есть какие-то еще супер средства, которые лучше смывают эту всю историю. Но поскольку у меня не такой большой опыт с водостойкими тушами, у меня такие смешанные чувства остались. Закончила на работе аромат от Фаберлик из серии Аромания. Бергамот легкий, ненавязчивый. Аромат, который держится не очень долго, он не особо стойкий, но в целом поднимает настроение. Бергамотик, он еще немножечко такой, чуть-чуть с пудровыми нотками, лично мне так казалось. И, конечно же, вот этот цветок, мне кажется, даже бергамота, может быть, ощущается. Цитровость небольшая. Легкий, приятный. Закончились три пробничка. Давайте я их достану. Я их, кстати, закончила с пушочком. Брала с собой такие миниатюры, чтобы добить. Тут были подарочки от моей подруги. Первый аромат от Juliet Has a Gun. Liquid Illusion. Очень приятненькие, легенькие. Не знаю, нужны ли пирамиды. Тут буквально небольшой пробник. Ну, наверное, если бы подарили такой флакон, я была бы рада. На лето самое то. Очень интересный аромат от Byreda Gypsy Water. Очень необычный. Мне кажется, вот его можно назвать немного унисекс, но такой мужчина должен быть очень современный, чтобы нанести на себя такого типа аромат. И последний аромат. Я подпишу название бренда. Здесь, кажется, он сокращенный, если я не ошибаюсь. И здесь аромат, композиция вокруг фигового листочка. Если знаете, фиговый куст, он очень инжирный. Куст, да, куст инжира. Он очень интересно пахнет. У него прям от природы такой какой-то интересный парфюмированный, зеленцой аромат. Вот композиция вокруг вот инжирного листа. Составлены летние, легкие. Но я бы целый флакон, наверное, не приобрела. А вот так вот попробовать, побаловаться. Я вообще поняла, что с каждым разом, чем больше ароматов слушаешь, тем кажется, что больше мог бы носить. То есть, если раньше я носила буквально там пару ароматов и оставалась им верной в течение нескольких лет, то чем дальше, тем больше ароматов мне нравится. И в целом, наверное, я бы тоже собирала коллекцию. Но пока не планирую. Это все пустые баночки, которые я хотела вам показать. Как у вас в летний период с уходовыми средствами. Расскажите, любите ли вы уделять себе дополнительное время для спа-процедур. Либо все на ходу, все на бегу, по-минимальному. И вперед на работу или с детками в садик и тому подобное. Я стараюсь, конечно, все равно хотя бы раз в полторы недели выделить себе какое-то время для такого более полноценного ухода, с аскрабированием и тому подобное. Но не всегда получается, конечно. Не всегда получается. Как проходит ваше лето. Я стараюсь по максимуму просто посетить, мне кажется, все музыкальные фестивали, которые проходят сейчас в рамках города. На ежегодной основе обычно я посещала фестиваль музыкальный «Это этно». Но в этом году я пропустила его. И так получилось, что существует еще один фестиваль под названием «Музыки мира». И мы с подругами как-то прям случайно попали на него. Поэтому я очень хотела услышать одну исполнительницу Намгар. И получилось так, что в «Это этно» я не попала, но я попала на «Музыки мира». Поэтому обязательно я вставлю кусочек. Очень атмосферно. У нее шикарный голос. Она поет народные бурятские песни, но они идут с рок-аранжировкой. Поэтому, если интересно, оставайтесь со мной. Обязательно вставлю какие-нибудь прогулочки, вставочки. А на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока и до новых встреч! Попытаюсь заснять макияж, прячась от солнышка, насколько это возможно. Вот так вот выглядит сейчас макияж. Сегодня собираюсь после работы на день рождения подруги. Поэтому подумала, можно и помадку поярче. Лето на исходе. Ловим последние солнечные теплые денечки и делаем сочные макияжи. Сегодня вот такой вот макияж глаз. Постараюсь показать. На нижнем веке сделала такой акцент терракотовый. Прям практически огненный, но с оранжевинкой. На верхнем веке там комбы разных теней. Блестяшечки от Мак. Если видно, если они еще как-то переливаются. На камеру сложно передавать всегда все переливы и сияшки. Ну, во всяком случае, на камеру моего телефона. На губах близк от Лореаль. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. 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 ДimaTorzok.